здравствуй страна где-то 5 утра луна прямо супер вся бедна небо ясный ветерок красота а так конечно темно и так наступило утро и сегодня чудесный день хоть и один градус всего лишь тепла и есть слабый ветерок но сегодня весь день по прогнозам солнечный вообще нету облаков но так они будут немножко но самое главное что он солнечный яркий солнечный ник наконец-то спустя но наверное месяца два как минимум это просто чудо чудесно сейчас пойду прогулять пешком до своих друзей потом уже займусь работой насчет одного градуса я на погорячил потому что вот сейчас просто машины сломали лед а я шел сейчас вот делают лужи мелкие они покрыты льдом то есть это где-то около нуля все-таки чуть меньше просто солнышко на видать может действует на термометр каким-то образом так конечно около нуля но я друзья мои делаю стол для компьютера ксюхинова делаю стол в этот солнечный день я делаю стол так одна сторона будет ровная вторая сторона будет косая ой да не косая а срезаная так что еще нужно муха ведь проснулась дура думает что весна скоро новый год сегодня у нас 28 декабря друзья сейчас отпилю эту штуку 28 декабря сейчас будет несколько шумно друзья мои сейчас секунду у нового микрофона к сожалению друзья мои есть такие маленькие затычки такие поролоновые они такие каратыши что они буквально заденешь их они вылетают второй раз уже теряю и уже наверное навсегда сейчас я ее уже не найду там было ясно где они здесь уже нет поэтому вот такой недостаток этих радио микрофонов надо своих какие-то делать потому что раньше на старых которые потерял там защелкивался меха ушка она никогда не не потеряется она этих ща будет шумно отлично это лучше чем лобзик когда по ровно идешь по линии так теперь нам надо его немножко расширить на 50 так как он у нас 37 не нашел я такой доски на 50 дешевле поэтому придется пилить следующую доску друзья мои сейчас принесем 36 с половиной а нам надо 50 просите что я посчитаю это на калькуляторе все-таки чтобы 13 с половиной сантиметров надо будет от того взять куска 13 с половиной сантиметров 15 с половиной сантиметров и Продолжение следует... Вот она, ламелечка. Да, абсолютно ровная. Вот, теперь нам надо будет их соединить. Все, сделал столик Ксюхи. Получилось очень здорово. Сейчас я к Володьке заеду. Позвал там баню, у него готова. Спина у меня болит от этой ненастной погоды, от этих постоянных движений. А вот этот, ну, как это, поясница в большей степени для мной это отдает куда-то в ребра. А сегодня отключили свет где-то на минут 15. Это было уже отключение такое, не инсценированное, а вот именно штатное, как вот бывает иногда. Все, я в это подключился бензогенератор. Завелся, правда, со второго раза, потому что была температура плюс 3 градуса. А у меня там масло летнее. Поэтому он первый раз запуститься не смог. И через 5 секунд второй раз запуск, он запустился, дал киловатты, все. Нагрузка была полная, я даже чай не включил. И спокойненько все отработал в штатном режиме, свет дали, он отключился, все отлично. То есть в этот момент, конечно, здорово. А, друзья мои, я еще вот здесь, вот около автомата у своего вот этого, где установил вот такую вот интересную штуку. Так, как бы ее настроить. Вот такой дисплей, я вот сейчас вот пытался сбросить тут, но не получается. Время только сбрасывается, а не сбрасываются данные. Вот, допустим, я установил это уже где-то недели две назад. Это пришло с Алиэкспресс. То есть он показывает, верхней строкой показывает, какой вольтаж в данный момент в сети. Вот эта строка, это потребляемый ток сети. Вот сейчас у нас включены все пользователи, которые только возможно, ну, один ампер. Вот это время я только что сбросил, тут было больше, но я сбросил. А это 242 киловатт, это вообще за то время, которое мы там истратили. Там, по-моему, недели две или три. А два, две недели, по-моему. Это вот в данный момент потребление идет 2,5 киловатта. То есть вот чайник, бойлер, еще там какой-то там насос включен. Вот 98, я вот этот параметр ПИКПФ не знаю. Это частота 50 Гц идет. И 31 температура непосредственно в этом шкафчике. То есть это очень информативное вот это табло, которое дает вам... Если вы по счетчику смотрите энергию, то она как бы дублирует его и дает вам расчет, сколько вы тратите киловатт в месяц и в данный момент сколько потребляемая нагрузка. Очень удобно я ее поставил для генератора. Когда генератор работает, я уже сразу вижу, какой максимум у нас прибора включен, чтобы генератору было несложно работать. В общем, знайте. Так оно вот не слишком емкое. Я сделал на нержавейке. Вот здесь вот такую нержавеечку у меня была. Я привинтил. Это вот такая вот вещь. Очень удобная. Ну да бог с ней. С электроникой. 29 декабря. Солнечный день. Правда, ветреный. Поеду сейчас езжу за медом. У нас тут продают мед. Хребт надо тоже печь. Мед нужен. И так. По мелочи. Ну, здесь, в станице. Ветерок. Купил я мед. Трехлитровую банку. Вот подсолнечник, скорее всего. Такой вот. Мед. Теперь будет хлеб у нас. И еще попутно я тут сделал клипсы. Для кабеля. Вот. Сейчас я его здесь проведу. Аккуратно. Так. Но работы предстоит еще много. Здесь, конечно, все аккуратно стало. Вот. Клипсы к металлу. Но надо будет сокращать эти витки. Я слишком много проводов взял. И лишние витки будут распутаны. Стоять будет этот блок правильно. Вот. Но это будет немножко погодя. Ох, намаялся я с гофрой на этом участке. Вы знаете, она при перекручивании может лопаться. Поэтому пришлось с ней повозюкаться. Розетку еще разбирать. Потому что надо было здесь протягивать. Розетка не пролезала. Ну, короче, и ладно. Протянул. Здесь все равно будет потом она укорачиваться, гофра. И подсоединяться. Все. Хорош. Сегодня, друзья, хватит. Пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»